Приветствую вас друзья! У нас готовится просто катастрофа патча 1.6 По другому я не назову данную винтовку, это историк И надеюсь все таки пофиксит, я подчеркиваю надеюсь Но я боюсь все не будут фиксить и это станет реально катастрофой Если это выйдет в релиз Данная винтовка предназначена для инженеров Для тех кто носит стратега непосредственно Потому что там вкачивается все в электронику Либо стратег вместе с отжигом Для снабженца данная не подойдет винтовочка Но вот для стратега и для отжига она прям просто идеальна Почему? Все очень просто, я вам разберу по порядку Те кто смотрел сегодняшний мой стрим Увидел максимальное мое значение за 1 магазин данной винтовки 3 убитых противника 3 убитых противника Вы представляете что это такое? Это просто трэш Вот Не отрицаю, были моменты когда я проваливался с этой винтовкой Поддержкой надо уметь играть Но если поиграть в какое-то время Боюсь это будет просто дисбаланс Перейдем к винтовке У меня стоит талант и точность Потому что М1А По другому это историк То есть М1А классическое Это историк Имеет талант точность Потому что у данной винтовки проблемы со стабильностью и точностью Поэтому ее надо точить на стабильность и точность Плюс холоднокровие Выстрел в голову сокращает время навыков Восстановление на 5% Сами понимаете для поддержки это то что и надо И непосредственно основной талант Который считается имбалансным Это каждая пуля проникающая вглубь цели Взрывается спустя 2 секунды Нанося урон в разиме 20% от силы навыков Сила навыков моя почти 300 тысяч То есть у меня пуля которая входит в тело По боту это будет 60 тысяч По человеку это будет примерно в районе 20 тысяч То есть вы выпускаете бегущего на вас противника Просто серию выстрелов В районе можно 10 успеть выстрелов Пока он бежит Вот то есть у вас будет остаточный эффект В районе 200 тысяч урона Да это в район груди То есть я не говорю даже про голову В голову попадает от 35 до 50 тысяч урон То есть если вы попадете в голову И он восстановится Через 2 секунды начнется взрываться данные пули И очень часто Это очень часто Когда человек вроде забегает за угол Просто падает Потому что у него продолжают взрываться Пули в нем Дисбаланс полнейший Так вот Что же у меня стоит на данной винтовке Еще раз говорю По талантам вы видели Урон в голову не самый высокий То есть это абсолютно средняя винтовка Но она такое творит Что маму не горюй Еще раз говорю Кто смотрел сегодняшний стрим Последнего рубежа Видели что творит Что творит эта винтовка Просто трэш Если вы заняли грамотную позицию Заюзали стеночку Кинули себе непосредственно чемоданчик под ноги Вы просто непобедимы Если вас не забегают Когда мне сегодня валили 5 стволов 5 стволов в спину меня валили Чтобы завалить Это просто кошмар на самом деле Что же я поставил непосредственно к этой винтовке Увеличенный магазин Тем самым у меня вместо 10 пуль в магазине стало 20 Что просто я считаю Изменило ход боя Когда у вас там допустим 10 патрон Они достаточно быстро заканчиваются Плюс часть из них вылетает Нестабильная еще раз говорю винтовка Но когда у вас 20 Соответственно вы понимаете Вы можете одного завалить Непосредственно второго завалить И вообще не заморачиваться По поводу противников Это просто трэш Второе вы ставите Конечно же Вот как я ставил Большой наствольник Компенсатор На стабильность Хоть как-то стабилизировать винтовку Ну и третье Я также наверное поменяю Прицел Опять же на стабильность Тем самым у нас идет Дополнительно 25% Точности Благодаря таланту Плюс у нас идет стабильность И например на прицел Тоже можно поставить 12,5% То есть у нас В идеале я считаю где-то Ну плюс еще и на точность Можно поставить Где-то 25% На точность и стабильность Тем самым вы с дальнего дистанции Достаточно точны У вас не очень большой разлет пуль И просто катастрофический урон Я еще раз говорю При поводении в голову Вы снимаете 50 тысяч жизни Да это в идеале В среднем где-то 35% Вот Плюс в догонку Противник получает В районе 20 тысяч урона Если вы сделали 5 выстрелов Соответственно У вас где-то Если вы попали Допустим 3 в голову 2 в грудь Вы нанесли в районе 110 тысяч урона И плюс в догонку Сотка Если учитывать Что среднее количество здоровья 200 230 тысяч жизни Ну 230 это топ А 210-215 Это среднее значение То вы просто сметаете Человека с ног И просто добиваете Соответственно Вам достаточно Одного магазина Чтобы в идеале Снести троих Троих Это целую атаку отбить При условии Что 8 на 8 Сами понимаете Минус 3 человека Соответственно Вы просто прорываете фронт В чем Чем хорошо в купе Используете данную винтовку Я использовал Еще раз говорю Комплект собрал За 5 минут 5 минут Просто трэш Непосредственно Если проработать Данный комплект Он будет еще хуже Что я поставил себе 3 стратега Я поставил себе Рюкзак На Оружие Запас сил То есть На силу навыков Плюс я поставил себе Броню баррет Да То есть Все помнят Если у вас Не восстанавливается Один навык У вас 10% навыка Увеличивается Если у вас Один восстанавливается У вас увеличивается Непосредственно Урон И если Вы восстанавливаете 2 навыка У вас 10% Брони То есть Если учитывать Что вы сидите Под стенкой Если вы учитываете Что вы Можете Заюзать на себя Щит ульту И плюс У вас 2 навыка Восстанавливаются Вас убить Практически невозможно Я еще раз говорю Меня убивало 5 человек 5 человек Убивало В течении В районе 5-7 секунд То есть Это очень много Одного человека Пятеро Вот Далее у меня был Непосредственно Кислородная маска Фера Очень много пользуется Огненными турелями Постоянно горишь Поэтому В ПВП Это крайне актуально Данный комплект Исключительно Для ПВП И не более того То есть у нас Маска идет Чтобы вы не горели Броня Она вам помогает В защите Уроне Непосредственно От ситуации Либо Силу навыков 3 шмотки Вам дают Стратега Убыстрение Это Скорость восстановления Навыков 10% Сила Самого Навыка Сами понимаете Это как раз Для силы навыков Для электроники Самое И Конечно же Рюкзак Тоже идет Непосредственно Под Поддержку Да Под силу навыков Вкупе Вам дается В идеале Можно раскачать Где-то до 300 Ну вообще Можно Достаточно много Но Я считаю 320 тысяч Если у вас будет Цилу навыков Вы будете Просто Шикарно Потому что На данный момент У меня стоит Камни На умное укрытие Стойкость к урону Непосредственно У нас Способность Стойкость к урону Обратите внимание 56% Плюс Вы юзаете На себя Вот эту защиту И еще Сопротивление Урону 50% То есть У вас Под стеночкой И этой Идет 106% Понижения Урона Это Очень много Если у вас еще Два навыка Заюзно И еще 10% Понимаете Да То есть Как поддержка Вы Просто Непобедимы Вот в таком Комплекте С такими Способностями Вы можете В пвп Показать Просто Прекрасные Результаты Плюс Непосредственно Винтовка Историк Вам дает Еще и урон Мало того Что вы Практически Неубиваемый Так вы Еще и наносите Максимальный урон Еще раз говорю Винтовку Историк Лучше качать На точность И стабильность В остальном Качать на силу Навыков Тогда вы Получите Просто Катастрофу Которая Может Просто Сломать Игру К чертовой Матери И никакой Штурмовик Снайпер Больше Будет Неактуален А будут Актуальны Непосредственно Поддержки Спасибо Что смотрели Напишите Что вы По этому Мнению Думаете Вот Я вам Напоследок Покажу Что такое История В действии И попрощаюсь С вами Ну Вы Поняли